Я соскучилась, ребят, по флоридскому небу. Посмотрите, какое оно красивое. Одно вот это небо, и сразу у тебя настроение суперкрутое. Почему вот оно такое здесь, я не знаю. Почему здесь такое небо красивое? Правда здорово. Дорогие мои, я уже в доме Ронни. Он сейчас был, выехал, отвез, повез в свои коробки. И то, что он продает на Амазоне, отправляет, скоро приедет. Я пока себе сделала яишенку, заварила кофе. И решила посмотреть ваши комментарии. Там были кое-какие вопросы, я решила вам ответить. Я сделала себе замечательную турку. Она стоила 35 долларов. Не знаю, что тут написано. Нравится она мне. Вообще, я завариваю кофе в кофемашине, в такой кубинской эспрессо-машине. Но я буду иногда заваривать, потому что сейчас у меня новая жизнь, новая квартирка. И не спеша я смогу заварить кофе, посидеть на балконе, снять свой блог или включить прямой эфир. И это будет приятно, с такой кофеварочкой посидеть. Но заваривать я буду не турецкий кофе, а просто эспрессо. Я турецкий не сказать, чтобы не люблю, но я предпочитаю просто эспрессо, потому что в турецком есть такая, как пыль осаживается на дне. А в просто эспрессо его нет. Такая красивая кофеварка. Скучаю ли я по Селиму? Ну, конечно же, скучаю. Но как только мы расстались, мы все время на связи. Как всегда, просыпается, сразу мне сообщение, фотографию, мы разговариваем. Потом, когда он начинает работать, и у него есть перерыв между пассажирами, он мне звонит по видео. Пока я доехала из Майами до Орландо, он три раза звонил. Поэтому скучаю, но все-таки все хорошо. Перешли на обычный режим общения. Все время на телефоне, на видео. Поэтому так. Жизнь продолжается, нужно очень много всего делать. Сейчас пока роли нет, я позавтракаю. И я ему уже сказала в 4 часа дня, давай поедем в мой апартамент. Он хочет поехать. Во-первых, он должен посмотреть. Во-вторых, там есть свои нюансы, я вам потом расскажу, чем он хочет помочь. Поэтому мы поедем на его машине смотреть мою квартирку и заодно для вас сниму блог. Что еще? А, я пока займусь, распечатаю свои заказы, этикетки, чтобы сегодня и завтра их закончить. То, что я накопила, пока отдыхала 2 недели. 15 дней у меня получилось с Селимом. И надо встраиваться в обычный рабочий режим. Я пришла поздороваться, она скучала. И она здоровается всегда, трогает тебя хвостом. У нее хвост это орган обоняния. Да, Тесси? Она спала в гараже, услышала мой голос. И пришла. Тесси? Тесси? Да, мой хороший, Тесси. Где Тесси, девочка? Вот она, красавица. Вот она хвостиком трогает, видите, за мою коленку. Вот она так ласкается. Соскучилась, да, Тессенька? Соскучилась, Полине? И сейчас тоже хвостом. Хвост мне положила на мою ступню. Вот такая она у нас, Тесси. Дорогие мои, это шоколад для родни, вы просили показать. Я, конечно, очень люблю бельгийский, и очень люблю немецкий. Но в этот раз не получилось у меня. Я купила стамбульский, потому что немецкие марки, или какие там были, швейцарские, они, знаете, такие, те же марки, которые здесь продаются в супермаркетах. А те, которые особенно вкусные, их не было. Поэтому я выбрала стамбульский шоколад. Вот это вот, они оба с фисташками. Вот это молочный, вот это черный, потому что родни иногда любят черный больше, иногда молочный. И вот такая еще красивая коробка. Я без очков не вижу, но мне кажется, он тоже стамбульский. Люблю, когда зернышко какао нарисовано. Я думаю, стамбульский, потому что тут Стамбул изображен, историческая такая картинка. И я посмотрела, что вот такой красивый у них состав, а когда такой красивый, как правило, такой же вкусный. Вот. Качество оно обычно видно вот по картинке. Редко, когда бывает, что картинка красивая, а внутри невкусная. Поэтому она такая тяжеленькая коробка. Я думаю, что ему очень понравится. Но оно, как обычно, сразу не ест. У него какое-то время лежит. Потом я ему напоминаю, потому что шоколад он тоже бывает. Он может потом быть несвежим и с белым налетом. И тогда это уже совсем невкусный шоколад. Поэтому я ему напомню, чтобы он побыстрее это все начал пробовать. Дима, я вам не могу даже передать, как я рада и довольна, что я купила этот комплект постельного белья в Турции. Я теперь буду покупать белье только в Турции. Во-первых, оно натуральное. Оно одновременно недушное. Как у меня есть два комплекта из Икеи. Если в Америке вообще сложно найти, чтобы под идеальник был. В Икеи мы все это покупаем. В Айкеи. Так вот, эти комплекты из Айкеи, они из более плотного материала. Они душные во Флориде. Даже если у тебя и кондиционированный воздух, и вентиляторы мы включаем, все равно они душные. А турецкое, оно такое легкое, воздушное. И вот это сочетание приятное. Если бы там мужчина мой на душу не стоял, я бы сразу бы два купила. Ну, ладно, у меня еще есть один турецкий, то что Владочка подарила. И у меня несколько еще комплектов. Два икеевских, несколько из Волмарта. Там кое-какие простынки мне нравятся. Иногда попадаются тонкие, приятные. Я что-нибудь пока, ну, придумаю. Я люблю, чтобы у меня было 4-5 комплектов на смену. Но турецкое у меня, безусловно, будет самое любимое. Мне очень нравится расцветка этого под изъяльника. Здесь, в этой комнате, темная мебель. Кстати, очень добротная мебель уродни в этой комнате. Она прям черная. Поэтому вот здесь он так не смотрится. Темновато здесь. Но в моем апартаменте, вы посмотрите, он весь белый. Все светлое. И он будет великолепно смотреться. И вот под изяльничек, видите, лицевая сторона вот такая красивая. Изнаночная вот такая. И такая же простынка, как изнаночная сторона. В общем, сделано просто классно. И даже по объему, когда я вынимала из него картонки, я видела, что по объему весь этот комплект примерно такой же. Идеяльник, который я купила в Икее. Я, конечно, икеевский пододеяльник возьму. У меня там целый комплект тоже. Он дорогой очень. И, знаете, иногда просто для уюта бывает такое время, что хочется темного. И там темный синий фон. Возможно, вы видели в моем блоге. И интересные такие расписные яркие цветы. Но, как правило, мне по моему настроению и состоянию души всегда хочется светлого. А темный мне хочется просто, когда, не знаю, когда вот холодно, что ли, на улице, что здесь редко во Флориде. Ну, в общем, бывает, но редко. Поэтому я, конечно, возьму. Пусть лежит, он хлеб не бросит. Но основное будет, безусловно, даже нечего говорить, что турецкое белье – это самое-самое лучшее, по крайней мере. Но еще египетское очень хорошее. У меня и в Москве, когда я жила, египетские были простынки и турецкие. И один комплект, он натуральный тоже был. Сколько лет он носился, он, знаете, прям как шелковый. Он прям охлаждает даже кожу. Вот такая вещь, вот такое качество. Поэтому я очень довольна. Всем советую. Заглянусь в магазин Мадам Коко. Еще там есть English Home, по-моему, или British Home. Вот какой-то там Home. И тоже там постельное белье турецкое. Нет, они молодцы, классно производят. А колечко мое любимое, кстати, стоит здесь, возле меня, прямо напротив. Сейчас я работаю над заказами. Мне нужно отправить срочно несколько заказов. Остальные я буду завтра делать, пока я не отдохну. Руки немножечко не отдохнут. В дорогу, конечно, я не стала эту красоту надевать. И сегодня я не буду надевать. Мы поедем смотреть мою квартирку. Сейчас не до этого. А завтра я так думаю, что отдохну, приведу себя в порядок, надену. И буду все время надевать. Но на ночь я буду снимать, потому что камушек вот так вот сделан. Оно немножко, как сказать, оно не плоское, задевает. Поэтому, когда буду работать или что-то делать, посуду там мыть, или что-то таскать тяжелое, я не буду его надевать. Я его буду снимать. А когда свет в люди, я его буду надевать. Поэтому никто не переживайте, пожалуйста. Колечко я буду носить. Ну а как же, я еще надену и предыдущие золотые подарки, которые мне любимый мой подарил. Он меня задарил прям подарками. Дорогие мои, я там получила несколько комментариев. Я не стала на них отвечать, стерла их. По поводу того, что люди возмущаются, что мой жених дал мне мало денег в дорогу. Ну, во-первых, мой жених будет давать мне столько денег, сколько считает нужным. И, наверное, мы не будем отчитываться перед посторонними людьми. А в наших деньгах это, во-первых. Во-вторых, как бы это вовсе не маленькая сумма. Эта сумма, не каждый день он зарабатывает за день эту сумму. Иногда бывает больше заработает и в два раза больше. А иногда бывает и меньше заработает. То есть это совершенно адекватная сумма, неадекватные только цены в аэропорту, в Истамбуле. Например, эта вода, которая стоила 95, я бы ее в обычное время не купила. Я всегда найду возможность найти дешевле воду. Но просто там я уже торопилась сильно, опаздывала и очень хотела спить. Поэтому я, несмотря ни на что, купила. Естественно, что у меня есть и свои деньги на карте. И я могла себе позволить и шоколад, и другие покупки. Но его деньги для меня важны и для меня приятны. Потому что он мне, как муж, как жених, он еще пока не муж, дает деньги свои заработанные. И мне это приятно. Я всегда с благодарностью принимаю. Для меня это важно. И для него, наверное, важно, чтобы поддержать свою женщину и давать ей какие-то деньги. Поэтому нам этот процесс приятен. Дело тут даже не в суммах. Вы можете оценивать чужие отношения с суммами денег, но из этого хорошего ничего не выйдет. Потому что отношения, любовь, чувство друг к другу, они деньгами-то не меряются. Они меряются заботой. И вот эта забота, которую он сам проявил, что он помнил, что нужно дать мне деньги какие-то, что я в аэропорту захочу попить или перекусить. Это приятно и это ценно. Поэтому мне даже не обидно такие комментарии. Но что тут сказать? Люди странные все меряют только деньгами. Не меряют ни заботы, ни отношений. И сказать тут больше нечего. Поэтому я их и стерла и не ответила. Вообще тут я подумала, наверное, стоит поблагодарить обзорщиков. Спасибо вам большое. Вы очень здорово подогреваете интерес к моему каналу. Редумывая постоянно, ежедневно, всякого рода небылицы, до которых даже в голову не придет такое. Поэтому, как говорится, спасибо, спасибо, спасибо. Уже много людей мне написали, что пришли на мой канал из-за каналов обзорщиков. Хотя, конечно, обзорщики получают свои деньги за это. Но, как говорится, они и мне тоже делают рекламу. Потому что моя жизнь, в принципе, самая обычная. Ничего особенного в ней не происходит. Какие-то события такие общечеловеческие происходят, вокруг которых постоянно люди, такие как обзорщики, накручивают столько разных небылиц и версий, что обычная человеческая жизнь с самыми обычными какими-то моментами, радостями и печальными превращается в некий сериал. Наверное, я должна за это поблагодарить. На этом позвольте попрощаться. Нас с вами ждет впереди очень интересное видео. Через час мы выезжаем. А мне еще нужно сделать четыре заказа. Ну, возможно, я успею только два сделать за час. И мы выезжаем смотреть апартаменты. Добро пожаловать вам всем в следующую серию моего сериала смотреть мою новую квартирку. У нас с вами начинается очень интересная эпопея. Потому что это не так просто. У меня не вся мебель есть. Хотя у меня много мебели, но еще не вся. Нужно будет решать много задач. Нужно будет все обстроить так, чтобы нам с вами было приятно в ней находиться. Приятно было жить. Блог снимать. И все такое прочее. Поэтому я так думаю, что мой сериал сейчас наберет новые интересные обороты. И увидимся с вами в следующем видео. С вами была ваша Лена Хэппи. Пока-пока. До свидания. Всем большое спасибо за просмотр. Поставьте, пожалуйста, лайк, если вам понравилось это видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok